Для примера возьмем питающий кабель утюга. Нам нужно определить с помощью детектора скрытой проводки, находится ли данный кабель под напряжением. Ставим переключатель во второе положение, большим пальцем нажимаем контактный электрод и ведем вдоль кабеля. Можно сделать вывод, что данный кабель под напряжением не находится. Теперь включим его в розетку. Включим розетку и проверим снова. То есть также остается положение 2. Нажимаем контактный электрод и ведем вдоль кабеля. Как видно, прибор издает световой и звуковой сигнал. Отсюда делаем вывод, что питающий кабель находится в данный момент под напряжением. То есть звенит весь утюг. Аналогичным способом можно проверить питающие кабели других электрических приборов, например, электрочайника. Вот, электрочайник включен в розетку. То есть его кабель находится под напряжением. Кстати, у прибора имеется чувствительность. Если прибор перевернуть к другой стороне, чувствительность будет чуть больше. Если прибор перевернуть таким образом, то чувствительность будет чуть не лучше. Аналогичным способом проверяем микроволновую печь. То есть вот ее питающий кабель. Включен в розетку. То есть фазный проводник данного кабеля находится под потенциалом. Отключим янку из розетки и проверим. То есть прибор ничего не издает ни светового, ни звукового сигнала. Надеюсь, понятно. Продолжение следует...